приветик всем вот я сейчас снимаю видео вы знаете мне не на что поставить камеру я сейчас стою и держу все это на руках так как у меня нет отдельной лампы я использую лампу в квартире чтобы это снять вроде вот так нормально знаете вот о чем я хотел поговорить вот о постоянной негативности знаете я вот ну мне надоело говорить про америку да вот просто я даже не знаю мне многие пишут и вы абсолютно правы сколько можно хорошо я просмотрел все новости сейчас думаю о чем бы сделать видео кроме сша также я там просмотрел шари такой есть влогер тоже просмотрел значит его видео искал о чем поговорить то есть топик это по-английски то есть о чем сделать и вы знаете я не мог я просмотрел про его видео я вообще даже не понял о чем там разговор там что-то про украину какой-то там гройсман но я не знаю две вещи во первых я плохо знаю про гройсмана и про политику украины так что о чем не говорить сейчас там понапишут какой чушь во вторых просто нет неинтересно вот черт его знает второе то что сейчас происходит с грузией опять я не знаю что люди постоянно взъедаются то сша с ираном то сша там то россия с грузией то сюда то туда господи я не знаю мне просто народ не может жить и наслаждаться жизнью вот может быть про это можно поговорить что я даже я я про грузии не могу говорить я ничего не знаю я скажу чего-нибудь какую-нибудь фигню это скажу не то говорить про грузии не хочу только расскажу что это самый но чего буча опять возьми все было вдруг буча правильно вот мировые новости все нормально вдруг буча такое впечатление что кому-то вот понимаете не сидится на месте когда все прекрасно все хорошо все слишком хорошо правильно то есть вот такое впечатление что что у человечества слишком хорошо быть долго не может. Правильно? Вот когда слишком все хорошо, обязательно нужно какую-то чушь сотворить. Ну, не знаю. Вот я опять читал эти опять про США. Это единственное, что я знаю. Сейчас вот смотрел, значит, вот этот дрон, который они сбили там. Называется MQ-4 Reaper. Ну и внешность. То есть, выглядит этот дрон кошмарно. Просто вот исчезла. Он такой черный, серый, знаете, напоминает вот то, что немцы творят. Какой-то такой. Вот посмотрите, как он выглядит, этот дрон. Он просто в воплощении зла. Я вообще заметил, что в российских новостях громадное количество политики. Вот по сравнению опять с Америкой. Ну, черт его знает. Единственное, что я знаю. Извиняюсь, я не знаю. Я не знаю, о чем больше говорить. Но политически... Вот я читаю эти политические новости, и, господи, думаю, ну, поговорить не о чем больше. Но я не знаю. Напишите хоть про черт его знает, какие-то там, я не знаю, там открытия чего-нибудь. Вот эти новости читать абсолютно невозможно. Я помню, в США был комик такой. Его зовут... Но он не то, что он умер, он до сих пор существует. В Луисике. И у него, значит, был там этот самый скандал очередной. Сексуальный скандал. Некоторые женщины его обвинили в домогательстве. Значит, что... И все, его карьера порушилась. То есть, вот так там работает эта новость и шоу-бизнеса из западного мира. Не дай бог ты там куда-то кого-то потрогаешь, все, твоя карьера закончена. Но что он говорил? Он интересно вот говорил про полеты на самолете, да? Вот он говорит, я сижу, друг мне говорит, вот, говорит, опять мне надо лететь куда-то. Вот, надоело в аэропорту, значит, там это самое, будет очередь, там потом надо будет сидеть, ждать. Он говорит, вот, я слушал этого человека и думал. Этот человек не ценит волшебство полета. То есть, чудо полета. Вот действительно, он не ценит тот факт, что мы живем в веке того, что ты можешь сесть за небольшое количество денег и куда-то полететь. Это было смешно у него, такая, знаете, была эта самая, номер такой, ну, в общем, про то, что он говорил. Вот, говорит, ты был не удивлен, когда ты сел в самолет, кресло, и ты взлетел и полетел, и ты испытал чудо полета. Он говорит, ты не был удивлен, когда у тебя в руке телефон, через который ты можешь все количество информации. То есть, что я хочу сказать, что люди вот не ценят всякие вот эти вещи повседневные, а постоянно, причем, включая меня, жалуются там о том, чего нет, того не есть. В принципе, что этот комик американский хотел сказать, это то, что жизнь потрясающе прекрасна. Вот у нас столько классных вещей в жизни, ее надо ценить. Я вот все время думал об этом. Еще я помню, был такой фильм, тоже фильм ужасов, тоже, по-моему, американый, не знаю, опять же, это все, что я знаю, извиняюсь. Значит, его назвали СО, С-А-В, СО это пилить. И там, значит, какой-то, там какой-то был монстр, или какой-то там, который там что-то всех преследовал, но одна фраза мне из этого фильма запомнила, что люди не ценят просто вот жизни. И действительно, вот, я даже про себе заметил, что вот, вот, я постоянно пытаюсь ценить простые вещи. Вот я вышел на улицу, я ценю. Вот я скушал мороженое сегодня, я ценю. Понимаете? Потому что, опять же, вот, как я уже говорил, я про это делал видео, что, опять сейчас я на негативность приду, но все-таки надо ценить, потому что альтернативной жизни это вообще пустая вещь, и шанс один на триллион, что мы здесь. И я вот для этого и приехал, переехал в Россию, потому что мне здесь легче как-то вот ценить вещи. Вот как-то в США я заметил, что мне ничего не приносило удовольствия, а здесь приносит. Я не знаю, понимаете, где я буду жить, но в том-то и дело, что как-то нужно быть более позитивнее в жизни и как-то вот ценить вещи и не позволять отвлекать. Потому что вот люди, там всякие политики, правильно, вот политики, они носят. Вот политик такой-то, там политик такой-то, в Англии королева, там, я не знаю, покакала сегодня, извиняюсь. Какая, блин, разница? Эти люди отвлекают нас от своей жизни. И наша жизнь самая, моя жизнь самая важная, понимаете, моя. Потому что если бы меня не было, то этого мира бы для меня не было. Какая нафиг разница, кто королевок, что Дональд Трамп, что там Борис Джонсон, что там хрен знает, кто сегодня сделал. Никакой разницы нет. Вот. Так же не важно, что сегодня делал Галкин, этот самый Киркоров, и хрен его знает, кто еще. Если можно, в комментах, пожалуйста, напишите, о чем мне сделать видео. Потому что я когда думал, опять же, я думал про какие-то новости, я просмотрел все, и ни одна новость как-то меня не заинтересовала. Вы знаете, и говорить про там какую-то Украину, Грузию, Зеленский, ну, Зеленский, окей, вот, там 35 статей про Зеленовского, или хрен его знает, мне даже не важно, что он сегодня, какая разница, с кем он, с Меркель он сегодня встретил, с кем он встретился. Ну, блин, я за него рад, за этого Зеленского, что он стал президентом Украины, сейчас он, конечно, там нахапает, в общем, за там все, что можно, и, в общем, ему все прекрасно, у него хорошая жизнь. Но чего 35 раз о нем говорю, ну, пошел он сделал, я не знаю, понимаете, мне важно тот факт, что я не, не там, где он, вот если бы я был там, где он, может быть, тогда бы я и читал эти новости, так как, я не знаю, это было бы ближе к делу, к моему кино, а так, что читать. Вот, если можно, напишите внизу видео, в комментариях, о чем мне еще поговорить. Спасибо. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока.